Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Давно уже в нашей стране все временное осуждение стало постоянным. Например, Лукашенко в своей речи потребовал поставить на место посредников, жирующих на крестьянах. Непосредственным поводом для такого жесткого приговора в адрес значительной социальной группы людей стало участие бизнеса в политическом процессе. Это непростительный грех граждан, возомнивших себя гражданами. Об этом заявил Константин Скуратович, дали его слова в оригинале, и получилось у Лукашенко как в знаменитой оговорке Виктора Черномырдина. Никогда такого не было, и вот опять. Мы сейчас очень жестко поступили в отношении частников. Они не должны наживаться на труде крестьян, и это для промышленности очень важно, убрать это посредничество. Напрочь искоренить, в том числе и торгашей. Там, где они не нужны производству, их быть не должно. Там, где не нужны, я не говорю резать всех подряд, но у нас много отраслей, где они просто вздувают цены. В общем, сумбур вместо логики, но все понятно. Поскольку государство у нас есть, то должна быть и политика, а если нет политики, то государства тоже нет. Коль государства нет, то и граждан нет. Да, я батьки есть, граждан нет. Если есть рынок, то нельзя обойтись без посредников. Но на рынке, при честной конкуренции, посредники лишены возможности вздувать цены, поскольку товар никто не купит, а это путь к банкротству. Честную конкуренцию должно обеспечить МАРТ, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое в соответствии с пунктом пятым своего положения, принимает меры по противодействию монополической деятельности и недобросовестной конкуренции, по содействию развитию добросовестной конкуренции на основе анализа, состояния потребительского рынка, бытового обслуживания, населения торговли и общественного питания. То есть МАРТ у нас к чему-то напоминает ВЧК-18, но действующий преимущественно административно-экономическими методами. Чекисты выбрали для своей работы самые богатые рынки, базары, ярмарки с самым большим количеством посредников и покупателей, где гарантированно возникли равноценные цены на продукцию и благодаря этому имели возможность экспортировать максимальное количество товаров. После таких зачисток рынки обязательно беднели на спекулянтов, а вместе с продавцами их покидали покупатели. Это не такая уж давняя история, они помнят старшие по возрасту наши граждане, которые могли видеть, как после введения ограничений на допустимые надбавки пустили прилавки колхозных рынков. Многие меньшане еще помнят одно из самых страшных мест на Комаровке, где в мясные ряды для имитации изобилия завозились свиные головы и свиные ножки. Ничего остального не было, но головы продавались по социально справедливым ценам. Все остальное продавалось частникам и в большинстве на случайных рынках, о которых знали все покупатели, включая ОБХСС, которая тоже иногда хотелось побаловать себя свежатиной. У нас все делалось по-своему. Так, по становлениям Совмина от 23 февраля ТГ-100 о временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости, определен перечень товара в первой необходимости, на которые цены поднимать нельзя. Список продовольственных и непродовольственных товаров содержит 62 позиции, лекарственных средств – 50. Продавцы не могут повысить цены на эти товары с 24 по 28 февраля этого года, а с 1 марта ежемесячное изменение цен на них не должно превышать 0,2% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Совмин не первый раз пытается ужесточить ценовое урегулирование цен на рынке. Бывало, что он даже принимал решение о полной заморозке всех цен на рынке, однако ничто так непостоянно и стабильно в Беларуси как рост цен, включая цены на социально значимые товары и товары первой необходимости. Всякое подобное замораживание цен завершается их резким скачком, за которым снова следует ужесточение регулирования. Несколько лет назад Лукашенко этот участок привлек официальные профсоюзы, они всегда неравнодушно дышат на эту проблему. Но ничего из затеи не вышло, цены только подросли и продолжают подниматься вверх. Что касается посредничества, точнее, вытеснения с рынков необоснованного посредничества, то борьбе с ней уже более четверти века, и за эти годы много чего произошло, но эта проблема остается нерешенной. Так что временная петля вышла на очередной поворот. Угроза заморозки, цен, дефицит, резкий скачок угрозы, стабильность. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте верить на наш сайт, странички инстаграма, фейсбук, ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok